Презентация iPhone 9 может не состояться, новые Mac Mini и iMac, тройная камера в iPad Pro. Обо всем в этом поговорим в данном видео. Меня зовут Максим, вы на канале Диоминс Лаунж. Поехали! Лайк сходу за Baby Yoda. Итак, в одном из прошлых выпусков я уже рассказывал, что Apple оснастит новой камерой новый iPad Pro. Она будет такая же, как в iPhone 11 Pro, то есть трехмодульная. Но сегодня появились новые подтверждения этим слухам. Некий твиттер-аккаунт CoinX утверждает, что он в курсе, что новый iPad 100% получит новую камеру. Но можно ли ему верить? И на самом деле нет причин ему не верить, потому что очень редко, практически раз в год, а то и реже, публикуются на этом твиттер-аккаунте какие-то твиты с предстоящими анонсами компании Apple. И всегда эти твиты так или иначе попадают в цель. Как раз инсайдер в этот раз поделился информацией о том, что новый iPad получит новую камеру. И так как этот инсайдер активизируется перед выходом всегда новых продуктов Apple, то мы можем с вами судить, что все-таки скоро состоится презентация. Но состоится ли? Об этом расскажу чуть позже. Также инсайдер заявил, что вскоре обновляют Mac Mini и iMac. И здесь не совсем понятно, потому что какой-то дополнительной информации, утечек, сливов еще нет. Что именно будет в этом обновлении? То есть будет ли это просто обновление железа, процессора, оперативной памяти, SSD-накопитель, видеокарты и так далее, либо это будет что-то новое? Мое мнение, что Mac Mini внешне они менять не будут. Все-таки модель достаточно новая в ее вот этой, скажем так, последней реинкарнации. И правильным шагом будет просто обновить железо на более современное. А вот с iMac все не так однозначно. Он уже вышел достаточно давно, и дизайн его приелся. Поэтому я думаю, что в этом году мы можем получить новый iMac с улучшенным дизайном, с более тонкими по краям рамками. Это было бы неплохо, и очень хочется на это посмотреть. Ну и естественно, хотелось бы, чтобы его подтянули также по железной части. Ну и как я обещал, поговорим с вами про презентацию, которая должна состояться все-таки 31 марта. Или не должна? Вот здесь сейчас возникает вопрос. Потому что ситуация с коронавирусом, все ухудшается и ухудшается. И многие компании отказываются от проведения своих мероприятий. В том числе, недавно Google отменили свое мероприятие Google I.O., которое проходит ежегодно в целях безопасности из-за коронавируса. Поэтому очень большой вопрос, рискнет ли Apple сделать презентацию своих новых продуктов. Так или иначе, на мой взгляд, скорее всего, презентация 31-го будет. Есть три варианта развития событий. Первый – это Apple проводит свой обычный ивент с приглашением журналистов, гостей, и ничего не меняется. Второй вариант – это они сделают трансляцию своего мероприятия, на которое будут приглашены только близкие компании-люди. И третий вариант мы просто получим на сайте анонс новых продуктов, как это уже было со вторыми AirPods и новыми iPad в прошлом году. Поэтому здесь пока однозначного ответа нет, но вот то, что Apple собирается обновить Mac Mini и тем более iMac, это на самом деле очень-очень интересно. Друзья, ну если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх, подписывайтесь на канал, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы новые продукты от Apple, ожидаете ли вы презентацию и, как вы думаете, будет ли она. Ну а также напишите, пожалуйста, как вам этот новый фон, нравится ли он, стоит ли его оставлять, либо попробовать что-то другое, может быть, вернуться к старому. Мне очень интересно будет почитать. Ну и посмотрите вот эти два не менее интересных ролика, я думаю, они вам очень понравятся. Ну а сюда куда-нибудь нажимайте, чтобы подписаться на канал. С вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok